Ребята, в начале видео небольшой маленький анонс для вас. Сейчас сделаю два проекта. Первый будет из запчастей от мини-ДВС-двигателя, интересный по своей конструкции и назначению. Ну и как обычно, такого вы нигде больше не увидите. Он уже почти готов, надеюсь, что все получится. И второй будет с применением движка в 6,5 л.с. На канале во вкладке сообщества в комментариях уже очень много оставлено вариантов, что можно сделать. Так что, если хотите поучаствовать в голосовании, милости прошу. Здравствуйте, друзья. Так, что будет сегодня? А сегодня пригодятся обрезки труб. Валяются уже лет 5, выкинуть не поднимается рука. Первоначально для эксперимента я сделал мини-конструкцию из жестяных банок, консервных. Ну и считаю, что эта идея имеет право на существование. Я решил сделать уже в больший размер и более качественно. Заодно и потренироваться в работе с интересным для меня материалом. Несколько лет назад мы с женой целый год жили в маленькой бытовке в очень спартанских условиях, пока шла стройка дома. Без электричества, дорог, благ цивилизации. И там была маленькая буржуйка для отопления. У меня после этого осталось разные обрезки дымохода различного диаметра и длины. Это нержавейка от 0,5 до 1 мм толщиной. В конструкции будут нужны пару кусочков плоских отрезков. Взять их негде, зато можно разрезать трубу и выпрямить. Конечно, не идеально получается, но весьма сносно. Из плоских отрезков путем нехитрых разметок сделаю донцы и верхнюю часть конструкции. Донцы будут входить внутрь цилиндра. А верхнюю часть решил сделать как бы в форме крышки с загнутыми бортами. Чтобы они заходили на тело цилиндра на пару сантиметров примерно. Болгаркой решил не пользоваться. Отлично для такой тонкой нержавейки подошли ножницы по металлу. Купил их недавно, это новенькие. До этого были еще советские. Ну что я рассказываю. Вы все их сами видели на уроках труда. Да и сейчас наверняка у многих есть. На отрезке, из которого будет сделан основной элемент, выплю несколько вырезов. А точнее три. Говорят, самая устойчивая конструкция получается именно с тремя точками опоры. Идем дальше. Отрезок трубы будет оправкой. От его диаметра и буду отталкиваться. В нижней и верхней части размечаю и выпиливаю отверстия. Они расположены на одной оси в середине. Можно было высоролить коронкой или просто вырезать ножницами. До вариантов целая куча. Донца точно подошло по диаметру. Все отлично и аккуратно. Думал сначала сделать без сварки и посадить все на обычные клепки. Но раз она есть, то почему не воспользоваться. Заодно и потренируюсь по сварке тонкой нержавейки. Варить, конечно, пока сложно. Все придет с опытом. Зачистил швы. Думаю, для первого раза получилось нормальком. Бортик в верхней части решил сделать путем загиба лепестков. От варианта сварки ленты перпендикулярно по периметру крышки я отказался. Ни к чему, мне кажется, усложнять все это. По всему периметру крышки равными отрезками потихоньку сформировал бортик. И загнул лепестки пассатижами. Все получилось как задумано. А для надежности, хотя, наверное, это уже лишнее, я эти лепестки еще и сварил. Но это, скорее всего, наверное, больше для тренировки сварки тонкой нержавейки, чем для прочности конструкции. Наверху крышки будут опоры. Они тоже из нержавейки. В качестве них обычный присадочный пруток от сварки толщиной 2 мм. Дешево и сердито. Вот такая штука получилась. В принципе, классно. По плану в центре должна быть круглая сетка, закрепленная только снизу. Сетку найти нигде не смог. Единственным вариантом было сделать ее самому из тех же прутков для сварки. При желании всегда можно найти выход. Главное условие – желание. В качестве оправки использовал ту же самую трубу и кучу отрезков проволоки. Опять же было много вариантов. Либо найти сетку, либо просверлить кучу отверстий в трубе. Или использовать растянутую пружину. Или что-то подобное. Ну, в конце концов, в трубе просто сделать продольные прорези болгаркой. Остановился все же на самодельной сетке. Элемент получился весьма странный. Но рабочий. И такой, как планировал. Остается его закрепить на донце. И все. Представляете, ребята, нечаянно сделал пару дырок контактом массы от сварки. Не заметил плохого контакта. Ну, что поделать. В следующий раз буду аккуратней. Даже немного огорчился. Вы, наверное, уже догадались. Это печь. И, как обычно, непростая печь. И такой конструкции я еще нигде не видел. Именно на такую конструкцию натолкнула меня обычная, всеми известная финская свеча из бревна. Названий у нее разных много. Как и вариантов изготовления. Но главное в ней это принцип горения. Один из вариантов, я ее делал в видео про наш выживание. Помните? Для готовки на природе у меня есть два примуса. Конечно же, советский шмель. Лимитированная олимпийской серией 1980 года. В полностью рабочем состоянии и в полном комплекте. Берегу его очень. И очень старенький американский кольман. Ему уже около 17 лет. Но работает. И еще как. Эта печь также станет неизменным моим спутником в поездках на природу. Так, раз все готово, теперь испытания. У меня есть немного пилет. По-моему, они березовые, но это не точно. Они пойдут в качестве топлива. Все, бежим на улицу. Я еще по-быстрому решил сделать регулировку тяги. Просто вырезал заслонку и закрепил ее на клепку снизу. С ней-то всяко поинтереснее будет. Для розжига самый популярный труд. Конечно же, береста. У меня ее много. Отопление-то дровяное. Шел 21 век. Печь выходит в свой рабочий режим за несколько минут. После розжига горение очень интересное. Основное горение в трубе происходит в самом низу. А вместе с пламенем выходят вторичные газы, которые также отлично горят. Существует огромное множество различных вариантов конструкций обычных печей. Но практически у всех один и тот же принцип работы. Горение горючего в камере. Тут же немного другой принцип. Горение горючего снаружи относительно самого горючего в цилиндрической камере направленное друг на друга. За счет этого поддерживается горение, а за счет высоты цилиндра происходит естественная конвекция и очень большая естественная тяга. Надеюсь я правильно выразился. Одна закладка горючего горела на полной открытой тяге более трех часов подряд. Даже шашлычок замутил. Регулировка пламени все же пригодилась и работает как нужно. Это конечно же незаконченная конструкция и могут быть еще внесены изменения. Тут важна сама идея. Ребята, если понравилось видео, самая большая благодарность для меня, это конечно же ваш палец вверх и коммент. Не забудьте про подписку с колокольчиком, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Все полезные ссылки, как всегда в описании. На канале есть еще очень много интересного, чего нет больше нигде. Спасибо огромное, что смотрели это видео. Здоровья и добра вам и вашим близким. До скорой встречи. Пока-пока. Продолжение следует...